МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда деревья были большими, а река широкая и глубокая, мне всегда хотелось узнать, откуда же берет начало родная Вичкинза. Наверное, зрители удивятся. Вичкинза широкая и глубокая. Ну да, была она аж до середины 70-х годов, на самом деле полноводной. Водились в ней бобры и андатры, щуки и окуни, пескари и прочая-прочая живность. И омуты в ней тоже имелись. А глубина в некоторых местах, где мы с друзьями ныряли, вытянув руки вверх, была, как мы говорили, с ручками. Конечно, в особо знойные летние дни она местами высыхала. Но весной в половодье заливала все пойменные луга. Да так, что в домах, построенных в низине, мебель приходилось ставить на табуретки. Может быть, она и не была уж такой большой, как представлялись мне в детстве те же деревья, но все-таки это была настоящая река. И хотя сейчас она обмелела, но и полвека спустя осталась все такой же родной, манящей и таинственной. Так откуда же она берет свое начало? Сказать, что об истоке Вичкинзы уж совсем ничего не известно, было бы преувеличением. Вот всезнающая интернетная версия Википедии прямо указывает, что истоке находится в районе вот этого села Михеев, Кардатовского района. Но где конкретно, мы сейчас узнаем. И мы начали искать. Что-то заставило нас продраться сквозь репьи и травяную путаницу на склон к установленному там кресту. И не напрасно. Домик оказался купальней, а под крестом мы обнаружили родник. Не без внутреннего трепета увидел я, как из осинового сруба тоненькой ниточкой тихо струится вода, превращаясь в еле приметный ручеек, ныряющий в густо заросший травой лог. Неужели это и есть Вичкинза? Так вот, где ты, притаившись, рождаешься, милая моя. Кстати сказать, эта местность, где находятся болото и святой источник, называется Кинза. Но ведь это вторая половина слова Вичкинза. Возможно, Кинза – это название древнего места моления языческой мордвы. А Вич переводится как «вытекающая». По поводу названия реки версий много. По-марийски Вичкинза означает «родник», «ключ». Эрдианское слово «вить» переводится как «правый», то есть «правый приток Сатиса». Либо «малая река», «ручей». А кто-то говорит, что Вичкинз – это мужское мордовское имя. Так или иначе, но однозначных толкований этого названия нет до сих пор. Но, дорогие мои зрители, давайте вернемся к истоку реки. Между прочим, восстановление заброшенных родников – это целая наука. И в том же Дивеевском монастыре есть даже что-то похожее на должность смотрителя святых источников. Он, отец Пантелеймон, и помог Михеевским энтузиастам. А основной движущей силой восстановления и приходского храма в Михеевке, и обустройства этих самых родников стала инокиня Пелагея, в миру Вера Борисовна Лазарева, к сожалению, уже ушедшая из жизни. Так вот, Матушка Сергия, настоятельница Свято-Троицкого, Серафима Деревевского женского монастыря, благословила ее жить в доме, принадлежавшем монастырю. В этом доме было решено сделать домовой храм в честь иконы Отрады и Умиления, потому что старинная деревянная церковь, в честь знамений Пресвятой Богородицы, построенная аж в 1869 году в этом селе, была разрушена. А Матушка, как подвижница, организовала сбор средств от спонсоров, от односельчан и организовала строительство этой самой церкви. А затем решила восстановить и Святой Источник рядом с селом, который чуть-чуть сочился из земли. Кстати, при строительстве здесь обнаружили старый сруб родника. Строжилы утверждали, что из этого родника бочками возили воду коровам на молочную фирму в годы образования и развития Михеевского колхоза. Они говорили, что родник был и до них, что на него ходили с молебнами еще и их бабушки и прабабушки. Вот ведь как все складывается в жизни порой случайно. Я размышлял, глядя на ничем не приметную лощину. Не появись в здешних краях Пелагея, не помоги и местные жители. Родник на склоне окончательно увял бы, пропал с лица земли и не досчиталось бы, скольких-то кубометров чистой воды матушка Волга и еще больше обмелел бы Каспий. Мелеют реки, потому что мельчают люди. А может быть, наоборот, все не случайно и как раз закономерно и приезд Пелагея, и бескорыстные подвижничества. Понимаю, что все подряд не могут стать такими же бескорыстными подвижниками, как Пелагея, которые ни копейки не получила от государства на спасение родника. Но, скажем прямо, если бы вдруг подвижников стало во сто крат больше, они все равно не смогут спасти наши реки. Потому как не только одна Вечкинза нуждается в спасении, гибнет Саровка и Сатис, протяжка Филиппские озера, на грани катастрофы Мок, Шака и даже Волга. Так неужели у нас стало нормой, что только вмешательство самого президента заставит провинциальной власти обратить внимание на эти проблемы? Неужели при создании туристического кластера и освоении бурных финансовых потоков забудут о водных потоках, в коих и состоит сама жизнь? А нынешняя близорукость закладывает бомбу замедленного действия под наших правнуков. Кто и на что будет любоваться лет этак через двадцать? А между тем, вот в таких низинах, подпитываясь родниками, набираясь селенок, петляя и изгибаясь, продираясь сквозь заросли и вникая бурьяна, пробивает себе путь речка моего детства. Итак, удаляясь от Михеевки, она пробегает рядышком с Малым и Большим Чиреватовым, а дальше, за Маевкой, которую раньше называли князь Иванова, мы увидели мощный родник, бьющий из-под земли. И здесь же установлена часовня. Потом речка течет через Дивеево, разливаясь в красивый пруд, разделяющий, собственно, Дивеево. Так вот, все святоисточники Дивеево имеют прямое отношение к нашей реке. Дальше Вечкин запетляет к Осиновке, прячется в Ивнике под особняком князя Шахаева, затем несет свои светлые воды к Яковлевке, но тут убегает в луга, где чуть напротив Рузанова подпитывается еще одним родником, малюсеньким ручейком и смело бежит прямо в закрытый саров, что и колючая проволока. И вот здесь, на границе Зато, открывается красивейший вид на пойму реки. А чуть южнее, там, где раньше был Балыковский конный двор, ныне это сады и огороды общества Красная Звезда, речка ныряет под колючую проволоку и выныривает уже за зоной. Вы видите кадры, которые мы сняли ниже кирпичного завода, около бывшей складской базы концерна Дюк. Тут, на свободе, спустя еще две версты, виляет она по лесочку, словно заметая следы, и наигравшись, видимо, захотев, чтобы ее увидели люди, проезжающие от КП через мост на Цыгановку, показывается им на коротком отрезке, а дальше вновь журчит, спрятавшись от посторонних глаз. И, наконец, недалече от хитрого, выйдя на границу мордовской земли, уставшей егазой девчонкой впадает в сатис. Вот и вся ее 34-километровая жизнь. Малая речка Россия, малая по длине, да немалая по истории. Берега ее обживали первые русские переселенцы да монахи-отшельники, топтали воины Ивана Грозного, вармина его третьего похода на Казань. Были чудо-богатыри из полков Александра Васильевича Суворова и разудалые разбойники из отрядов Алены Разамасской. А кто еще? Надо бы дальше исследовать, да заполнять белые страницы нашей родословной, сшивая фактами историю с географией. В заключение я замечу, что в Сарове от периметра до периметра Вечкин-Зап пробегает всего-то один километр с небольшим. А вот поди ж ты, всю жизнь помнится, и наверняка не только мне, этот километр. Километр детства. Порой я, как прежде, прихожу на берег, смотрю на нее и радуюсь, что даже сейчас, несмотря ни на что, жива еще наша речка и своей прозрачной ниточкой соединяет людей, таких разных, но таких родных. Потому что корень в этих слов один – родник, родня, род и родина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова